а добрый день друзья так сегодня масса вебинар о powershell скриптам так я бы хотел сейчас открыть чат и посмотреть если если какие-то сообщения если вы меня слышите пожалуйста напишите чате так ну отлично видео вроде бы пошло и так меня зовут павел стаценко сегодня мы поговорим о powershell зачем нужно его изучать в принципе почему это интересный инструмент сейчас подождем еще несколько минут если есть какие то вопросы можно задавать все в чат так пока не вижу в чате сообщение если меня слышно можете написать в чат пожалуйста о добрый день анатолий спасибо так ну что ж значит как минимум видео есть хотелось бы еще услышать если звук так надеюсь что звук есть так ждем еще несколько минут начнем отлично спасибо сергей спасибо анатолий замечательно так мы пока мы ждем еще несколько минут сейчас нас 13 человек смотрит уже неплохо так я представлюсь тогда чтобы не терять время итак меня зовут павел стаценко я специалист по айти последнее время занимаюсь информационной безопасностью и сейчас вот буду читать несколько вебинаров и курсов по информационной безопасности на портале гиг брэйнс в качестве вот такого вводного вебинара хотел бы презентовать вводный вебинар по айти технологиями в принципе вот по пауэршеллу так ну что наверно будем начинать я надеюсь если еще подтянутся то ничего страшного а и так что же такое пауэршелл ну собственно наверно как минимум большинство из вас слышали об этом инструменте пауэршелл собственно это среда выполнения которые сейчас присутствуют в принципе на всех windows серверах на рабочих местах а также появились инструменты для того чтобы установить их на linux сервера и на популярные сейчас маки макосы собственно как его запустить запустить достаточно просто можно выбрать поиск вот у меня рабочая станция с windows 10 я запускаю просто поиск и пишу а уршел по-русски пауэршелл сразу мне предлагают несколько вариантов запуска начнем с самого простого классического приложения windows powershell я буду запускать от администратора так как у меня идет защищенный режим выполнения юзер аксесс контролы и так так надеюсь всем все видно запускается среда выполнения пауэршелл собственно если вы когда-либо работали с командной строкой cmd в принципе здесь все те же самые команды они также будут работать да то есть ну допустим переход другой каталог допустим в корень диска c вывод список папок и файлов команда dir не знаю давайте сделаем пинг сайта geekbrains проверим насколько хороший у меня пинг ну в задержке видим порядка там 45-48 миллисекунд нормально приемлемо в принципе вот все команды которые вы привыкли выполнять в командной строке они также здесь будут работать то есть можем выполнить саму командную строчку cmd то же самое ipconfig команда выводит список подключений список интерфейсов и ip-адресов а ну вот сергей написал в чате что у меня по правой кнопке мыши на пуске он есть в списке отлично ну да отлично в принципе я достаточно часто себе тоже ставлю список выполнения для быстрого запуска и чтобы быстрее оперативнее можно было запустить правой кнопкой мыши запуск от имени администратора то есть как мы видим все эти же команды которые работали в командной строке также здесь работают но есть конечно же отличия специфика конечно своя есть давайте выйдем из командной строчки для очистки экрана можно ввести команду clear screen сокращенно cls также можно использовать комбинацию клавиш control плюс l то же самое если я что-то напишу здесь он попытается интерпретировать это как команду естественно для того чтобы скрыть эту ошибку можем нажать просто control l все и ошибка наша уйдет экран очистится итак ну во первых для чего изучать powershell потому что это удобный инструмент он есть как я уже сказал на всех современных рабочих местах windows а также для для linux и для mac также имеется и если вы собираетесь быть специалистом хорошего класса как минимум администратором windows соответственно вы должны иметь навыки работы в powershell потому что это современный инструмент существует очень большое количество расширения для него для различных задач которые вы можете подгружать в виде модулей и выполнять ну вот сейчас допустим можем посмотреть какие команды здесь установлены для этого используется следующий принцип то есть сначала вводится команда которого что вы хотите сделать допустим вот глагол get то есть получить затем дефис и собственно следующее это существительное то что вы хотите сделать над чем вы хотите сделать допустим get help получить помощь очень популярная команда в принципе она равна сильно так скажем обратному слышу и вопросику да либо тире и вопросик да то есть любую команду можете дополнять и используете тильду обратный тильду обратный слэш и вопросик допустим вот какой нибудь выберем get любую команду да ну вот список команд можно посмотреть get command get command выведет вам список всех команд которые у вас текущий момент загружены в ваш powershell достаточно много то есть здесь принцип следующий сперва идет тип command let дальше название команды версия модуля либо команды и последнее это модуль да из которого эта команда загрузилась то есть вот если мы переведем в самый верх мы увидим что тип команды имя версия и источник то есть откуда источник то есть допустим вот какую-нибудь возьмем из последних там command let write output он идет встроенный в microsoft powershell то есть он идет в составе microsoft powershell а допустим возьмем какой-нибудь update vim boot entry он уже идет из модуля dism ну и так далее то есть можем промотать посмотреть полный список команд что если мы хотим найти какую-то специальную команду но не знаем как она называется опять таки здесь нам поможет принцип который используется в power shell это принцип авто дополнения так так можете перенести окно shell на все иные рабочие стола так понятно давайте давайте вот так вот сделаем у меня там тогда будет иконки всех моих приложений тех моих героев так можем посередке сделать так будет лучше ну давайте продолжим так собственно следующее если мы не знаем как называется команда мы можем использовать принцип авто дополнения то есть мы вводим глагол как мы помним get тире название что мы хотим получить допустим команды и пробел у нас будет запускаться автодополнение то есть в принципе можно даже в виде автодополнения использовать вот либо пойдет списком просто список команд либо допустим мы можем вызвать любой параметр который используется в команде он также начинается с с минусика если мы не знаем тип параметра или название параметра мы можем также назвать тильду дальше и сработает автодополнение вот вывелось get command тире name ну вот по любой команде соответственно можем по ее имени вывести описание ну вот допустим в write output стандартная команда вывода также я вот допустим могу не вводить до конца просто табом дополнить и вот у нас выведется описание этой команды в составе какого она модуля идет вот таким образом у нас идет как бы в принципе поиск информации по команде ну и естественно помощь помощь очень хорошая внутри PowerShell то есть можно использовать get help команду и по любой команде вывести помощь если мы не знаем как задавать собственно помощь по команде get help мы также можем здесь ввести enter у нас выведется вот полный список описания компьютерной помощи справочной системы Windows PowerShell вот и описание как я использую то есть допустим вот get help и дальше имя команды также рекомендую вам сразу провести обновление update help сделать update help команду это займет некое время произойдет что пройдет обновление всей встроенной помощи на Windows PowerShell на текущей рабочей станции это занимает ну вот у меня допустим я сегодня обновлял где-то порядка 15 минут у меня обновились все мои командлеты модули то есть если вот ввести update help то запустится процесс обновления я его запускать не буду чтобы не тормозить наш процесс ну и собственно давайте попробуем уже немножко практики много уже говорили общих слов ну допустим попробуем выполнить какую-либо традиционную задачу вот у меня допустим есть на диске C диск C и у меня здесь есть папочка сделал тестовую папочку с каталогами а здесь несколько папок и файлик вот как вывести задачу допустим как вывести список каталогов и файликов ну если мы используем командную строчку то там все достаточно сложно в этом случае было либо надо было перейти в текущий уже каталог допустим если мы знаем точно в каком каталоге мы хотим вывести список файлов вот cd c тест перешли в каталог и здесь уже можем дать команду dir то есть она выведет список наших папочек и файликов что если мы хотим допустим сделать некий поиск и найти все файлики которые начинаются определенного имена тогда мы просто переходим чтобы мы не ставили в ней и я вот уже подготовил такую командочку как допустим идет поиск по конкретному какому-то имени маски пути вот в таком виде команда достаточно сложная допустим здесь идет шаблон поиска это название тест звездочка и мы затем выводим все что нашли через команду эхо то есть это встроено уже в самой cmd вот видите сколько всего нашлось то есть везде где есть слово тест то есть у меня на диске c было очень много всего содержащего это слово поэтому нашлось очень много всего в принципе то же самое можно использовать команду find string она тоже может искать но как мы видим то есть достаточно такой сложный инструмент для такого постоянного использования надо знать всю весь синтаксис всех команд допустим если мы перейдем в каталог опять-таки тест наш можно только по нему искать и опять запустим эту же самую команду мы видим что у нас вывелся полностью список папочек содержащих нашу заданную ключевую фразу только внутри этой папки команда достаточно сложная да а теперь давайте посмотрим как же эту самую же команду выполнить в powershell то есть для сравнения я выхожу из командной строчки cmd перешел вот уже видите впереди две буковки ps значит я в powershell очищу я экран ctrl-l в powershell есть такая команда называется get child item я полностью не помню как она называется я табом дополнил get child item и ей нужно вывести какой-либо параметр на вход по умолчанию она берет текущую папку он выводит допустим содержимое диска cmail для того чтобы найти по конкретному пути мы можем использовать get child item и дальше ей нужно какой-то параметр на вход очевидно подать содержащую папку мы не знаем как называется параметр поэтому я просто использую минусик и дальше начинаю табом искать и вот сразу же нам попался нужный параметр pass то есть это путь здесь мы задаем собственно наш путь у нас начинается c тест так темп нам не нужен вот наш тест и можем просто вывести все содержимое папки c тест то есть в принципе это тот же самый тот же самый дир вот соответственно а если мы хотим отфильтровать по какому-либо параметру допустим вывести только папочки тогда давайте зададим параметр еще какой-нибудь посмотрим какие там есть параметры очень удобно просто дополняя искать необходимый нам параметр еще раз минусик начинаем искать а вот сразу попался нужный параметр фильтр мне просто сейчас повезло но иногда там несколько раз там про нажимая tab найдется нужный параметр и его можно будет то есть в принципе я вас призываю экспериментировать если вы не знаете как какую конкретную команду нужно использовать можно просто через автотабуляцию автодополнение попробовать поискать то есть в принципе экспериментируйте не бойтесь как бы чего-то сломать ну и естественно если вы только не делаете какое-нибудь там форматирование диска c или удаление всех файлов вот с этими командами конечно же нужно быть поаккуратнее вот ну и в принципе если как бы совсем страшно что делать на рабочей машине можете просто сделать виртуальную машину скачать Oracle VirtualBox и внутри нее развернуть операционную систему даже триал на 180 дней в принципе сейчас операционной системой Windows доступна и внутри нее работать ну и допустим фильтр и нужно задать собственно фильтр для этого используются скобочки и там допустим задаем тест в таком виде и звездочка чтобы нам вывелись все наши ну вот мы видим что вывелись все наши папки и файл в том числе давайте теперь еще немножко усложним попробуем вывести только папки ищем еще какой-нибудь параметр который нам может помочь табом начинаем искать так это не то это не то не то не то не то не то а вот directory нашлось все отлично enter мы видим что у нас вывелся только список наших директорий вот то же самое абсолютно наверняка есть то же самое для для файлов вот так ф а вот файл вот собственно наш ключ файл и у нас выявился только наш файлик внутри этой папки вот то есть здесь в чем удобство именно PowerShell то что вам в принципе нужно понять две основные вещи во-первых то что любая команда она как правило состоит из двух так скажем слогов первое это у нас глагол то действие которое мы хотим выполнить в случае GetChildItem это у нас собственно получить вывести и дальше идет следующее слово это у нас существительное то над чем мы хотим выполнить это действие то есть получить список дочерних объектов так скажем если перевести на русский язык вот эта команда выводит этот список дочерних объектов вот то же самое GetHelp да то есть получить тире помощь вот то есть сначала идет глагол затем существительное вот то есть вот это первая вещь которую нужно запомнить то есть любую команду по этому принципу можно как бы поискать даже самостоятельно вот ну допустим мы хотим вывести список наших служб которые у нас работают на компьютере очевидно тоже это команды Get вот Get Command в данном случае я не знаю как называется сама наша команда я попытаюсь ее найти Get Command параметр Name вот и будем искать сервис слово сервис задаем то есть везде где слово сервис название команды он нам выведет список этих команд так 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 name noun noun все-таки нужно ввести именно существительное noun сервис вот то есть verb это собственно глагол noun это у нас существительное мы ищем везде все команды у которых существительное это сервис вот и мы собственно получаем все операции которые можно сделать как они называются Get Service то есть получить список всех служб но New Service Restart Service и так далее Stop Service то есть мы собственно можем получить список наших служб на обучем месте получить Get Service он просто список всех служб которые у нас используются то есть допустим что здесь у нас интересного какие-то Xbox службы так что здесь еще есть у нас чтобы можно было перезапустить такого ну вот Windows Search допустим Wsearch Wsearch он в состоянии running у нас давайте его как раз таки и с ним что-нибудь с этой службой что-нибудь поделаем допустим Get Service можно использовать команду name либо можно просто написать название в данном случае служба называется Wsearch это Windows Search мы что можем с ней сделать мы можем ее допустим установить то есть можем Stop Service сделать или можно просто по имени к ней обратиться то есть по умолчанию используется именно название службы автодополнением также работает дополнение названия службы вот и теперь то же самое повторим предыдущую команду стрелочками вверх просто несколько раз нажимаем отлично мы теперь видим что служба Windows Search у нас в состоянии Stop то же то же самое можем ее запустить то есть Start Service и наша служба это табом дополним Windows Search все теперь мы видим что служба опять запустилась то есть поиск опять работает вот таким образом можно работать с любой командой дальше давайте двигаться дальше так делаю очистить экран традиционная команда Pink то есть Pink допустим Яндекс мы видим то же самое есть аналог этой команды в PowerShell называется TestConnection TestConnection и название можем либо использовать в таком виде помощь так не спустилась попытался это как параметр взять с минусом по-моему да вот с минусом нормально работает минус вопросик он выводит список помощи этой команде вот по умолчанию он пингует и на вход он получает синтаксис команды TestConnection требуется ComputerName но оно не обязательно вот поэтому нам это нужно нам нужна эта команда как раз мы ее используем то есть мы вводим TestConnection и допустим наш сайт index.ru вывелся заметьте отличия да то есть как приходит пин к нам в каком формате то есть в обычном текстовом формате в традиционном и заметьте как TestConnection отработал то есть он нам выводит скажем вывод команды идет уже в таком табличном виде то есть по сути дела это второй момент который нужно помнить про PowerShell то что здесь идет работа именно с объектами и в большинстве случаев объекты это именно массивы это именно такие табличные представления либо списки и вот эти вот самые объекты они имеют собственно как традиционно название столбцов и тип столбца то есть допустим столбец Source он имеет тип String очевидно так же как и Destination а допустим IPv4 адрес он имеет формат уже сложный то есть он именно в формате цифровом и также специализированный формат представления IP-адреса вот байты и время опять-таки это чисто цифровой формат вот соответственно здесь уже идет работа в этом случае с любым с любой командой именно исходя из этого что мы можем обрабатывать результаты которые мы получаем и с этими результатами уже что-то делать то есть это намного удобнее почему как бы и PowerShell так много используется давайте вот создадим какой-либо файлик для этого используем кстати очень хорошую команду которую хотел бы вам обратить внимание это get alias get alias alias да вот в таком виде эта команда выводит список всех так скажем сокращенных имен команд очень часто как бы администраторы используют именно сокращенные команды то есть это можно назначить именно свой альянс какой угодно из незанятых вот собственно выводится допустим вот команда write она оперирует команд лету write output то есть для сокращения мы можем просто писать write очень удобно да то есть не надо писать полностью команду write output и так далее то же самое допустим вот очень часто команда get member допустим gm да вот get member сокращенный gm мы будем использовать сегодня она выводит описание типа объекта ну вот допустим давайте выведем что-нибудь кстати это content посмотрим командочка имеет сокращение ac например да то есть по сути дела тоже можно быстро вводить какой-либо контент использует сокращение или допустим get content это вывод содержимого уже как видите используется уже достаточно привычная для администраторов команда cut то есть get content это по сути дела выводит содержимое файла допустим да либо допустим вот что еще kls да clearhost вот то же самое да очищает вывод наш и так далее вот то есть полный список можно посмотреть get alias и допустим давайте создадим файлик внутри нашей директории для этого перейдем в директорию нашу c-test и здесь создадим файлик через команду ac как мы помним да то есть это content как раз таки создает наш файлик добавляет файлик содержимое она имеет атрибуты для этого ей нужно на вход какой-либо ну то есть указать во-первых куда мы записываем да по какому пути по умолчанию собственно в текущую папку и в какой файл ну то есть пас нам все равно нужно задавать для этого используем минус пас и собственно файлик в какой мы будем записывать ну по умолчанию в текущей папке будем записывать файлик называется допустим тест тест у нас уже есть наверное там тест 1 тест 1 текст и дальше собственно что мы будем туда записывать этот файлик это параметр value то есть значение и в этот файлик мы запишем несколько значений записываются они собственно тоже опять таки через скобочки запишем наш несколько значений сейчас поясню что я делаю все enter что мы сделали вот вы видите появился файлик тест 1 внутри этой папочки и здесь содержимое то есть собственно те команды которые мы ввели яндекс.ру localhost и 8.8 8.8 днс адрес днс google очень часто его используют администраторы для проверки работоспособности сети и теперь мы что мы можем сделать мы собственно можем вывести содержимое этого файлика для этого используется команда type да как мы помним собственно get content то же самое да можем посмотреть альяс его get content и название файлика нам нужно собственно наш c тест 1 так все на тест естественно тест 1 так вот собственно команда get content она выводит содержимое файлика по сути делает то же самое что и команда type да то есть type содержимое нашего файлика как видите а почему потому что как мы уже видели get content она имеет альяс type то есть вот он get content альяс type вот то содержимое выводится по команде type что еще можно сделать можно теперь назначить содержимое то что мы получаем некому массиву давайте давайте зададим переменную переменные все начинаются с значка доллара в PowerShell и допустим назовем их hosts hosts так равно и наша команда собственно get content все что мы сделали мы назначили переменный хост содержимое файлика тест как это проверить мы можем задать допустим type и вывести наш нашу переменный хост нет ошибся в таком виде не работает так проще сделать вот так наверное все так просто hosts да вот собственно hosts она вывела список нашего массива построчно то есть массив состоит из трех элементов а как это понять что это массив мы можем использовать команду get member в котором который показывает тип нашего объекта get member dollar host так неправильно сейчас посмотрим я не прав что она должна получать на вход для этого используем помощь так она получает на вход у нас имя и строчку так 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 нет тоже неправильно так начальник не прав что вот видите как раз таки типичная ситуация когда нужно выяснить как правильно написать командочку для этого для этого для этого сейчас я посмотрю себя так что-то ничего у нас не появилось ничего не появилось хорошо подсказочку сейчас я посмотрю свое пять секунд так help так это у нас файлик тест наш так дальше потом так сейчас я пять секунд я поверю команд так ладно давайте продолжим не будем задерживаться на этом давайте продолжим итак думаю это не сильно критично мы как мы можем посмотреть по-другому содержимое для этого мы просто выведем hosts я уже сказал это у нас массив то есть мы можем к любой к любому атрибуту обратиться по номеру как вы знаете по массиву мы обращаемся по номеру первый элемент у него нулевой то есть это хост 0 это по сути первый элемент хост 1 это у нас второй элемент традиционная как бы синтаксис си подобный которым все элементы массива начинаются с нуля вот то есть три элемента у нас они идут в таком виде если мы хотим получить все содержимое то соответственно мы просто вводим весь массив название всего массива что я хотел этим сделать да то есть как мы видели мы используем команду test connection для того чтобы пропинговать наш какой-либо хост то есть в данном случае допустим давайте local host собственно это локальный компьютер мы видим что я пингую локальный интерфейс чтобы чтобы пропинговать допустим все наши три хоста которым вот в перемене хост мы задали для этого нам нужно сделать еще следующее для для этого нам нужно использовать третье понятие которое очень активно используется в PowerShell это так скажем pipe или так скажем использование подачи на вход следующей команды атрибутов для этого используется символ вертикальной палочки когда мы передаем вход одной команды на вход другой это очень широко используемый в PowerShell инструмент поскольку у нас все параметры можем передавать между командами вход другой команды давайте попробуем как раз таки сделать следующим образом мы используем getContent нашего файлика как мы помним мы использовали атрибут pass чтобы какой конкретно файлик мы хотим у нас папочка test как мы помним и вот там допустим у нас файлик test1 вот в таком виде и мы хотим что мы хотим сделать мы хотим передать содержимое этого файлика на вход следующей команды которая называется у нас testConnection да testConnection вот получили ошибку ну собственно и правильно почему потому что потому что нам нужно понимать типы да и какой тип параметров testConnection принимает на вход а вот теперь уже нам нужно как раз таки использовать getMember командочку для этого я ввожу попадаю на вход команда getMember содержимое содержимое то что мы получаем чтобы определить что же мы за тип видим а видим мы следующее то есть команда getMember она выводит тип и возможные команды над нашим оператором то есть в качестве оператора у нас выступает вот эта наша вся команда getContent а в качестве ну собственно операции что мы хотим мы хотим посмотреть список наших методов которые доступны первым списком у нас идет тип то что мы получаем на выходе это тип у нас string то есть это обычная строка и собственно те методы которые у нас могут быть сделаны над строками то есть это что мы можем копировать это мы можем привести допустим верхний регистр to upper либо допустим перевести все символы строки в нижний регистр to lower а также у нас есть одно свойство называемое length длина то есть у любой строки есть длина собственно что мы можем проверить то есть мы можем задать переменную допустим выведем переменную hello назовем ее и зададим туда hello world привет мир вот и теперь мы хотим получить ее длину для этого мы используем hello и точку length то есть обращаемся к параметру length так как у нее только один параметр собственно у нас других вариантов здесь нет вот мы видим что длина строчки hello у нас 13 символов вот таким образом мы обратились к этому объекту и его свойства вот то есть любой как я говорил уже объект он у нас представляется в таком виде набор методов и свойств и мы к ним можем обращаться через точку вот собственно здесь что нам что нам интересно нам здесь интересно что мы хотим понять как нам обращаться к команде test connection то есть какие параметры она принимает на вход для этого нам нужно вывести ее по первых помощь конечно же get help test connection test connection табом дополняем и выводим название enter здесь у нас описывается так скажем в коротком варианте описание команды что она делает и так как мы хотим посмотреть полный список помощи то нам нужно использовать либо get help тире detailed либо даже get help тире full то есть для вывода полного описания команды я буду использовать как раз таки full чтобы посмотреть как бы полную помощь по нашей команде вывелась большая простыня и давайте посмотрим какие параметры поднимает test connection на вход так 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 мотаем 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 так ну очевидно компьютер name нас интересует компьютер name это собственно тот хост который мы собираемся пинговать он у нас всегда требуется то есть стоит все-таки true он у нас идет в первом позиции также он у нас может принимать входные данные конвейера true вот это очень важно да то есть если команда может принимать данные с конвейера вот то что собственно мы собираемся сделать да то есть через вертикальную палочку передать на конвейер pipe по-английски трубы либо конвейер как 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 обычно переводится и собственно это как раз параметр он у нас может принимать значение с этого конвейера да собственно нам нужно его как раз таки и задать то есть нам нужно вот этот параметр компьютер name использовать вот для того чтобы отработать эту технику третью которую мы хотим использовать это как раз таки передача параметров на вход следующей команды на конвейерный вход вот для этого что мы будем делать мы для этого будем для нашего get content мы будем обрабатывать ее построчно и будем передавать ее в объект объект будет содержать строчку одну строчку за раз так скажем да то есть собственно наша каждая строчка как мы помним это у нас хост который мы собираемся пинговать так вот ставим палочку и есть такая команда называется for each то есть для обработки цикле всех объектов так как у нас несколько строк то мы их можем в виде цикла обработать то есть каждая строка это у нас по сути новая итерация нашего цикла так скажем цикл по объектам у нас три объекта три строки и для этого мы зададим их в таком виде доллар назовем его ps-item в таком виде соответственно что мы сделали мы задали атрибуту ps-item каждый раз новое значение то есть у нас должно содержать последнее наше значение оно как бы временное поэтому здесь в данном случае не показывается а что мы хотим мы хотим теперь вот этот наш параметр как-то передать на вход в test connection еще раз ставим палку и пишем test connection нет мы хотим команду test connection ах на теорию конечно забыл извиняюсь сам учил сам забыл тест сначала глагол потом атрибут о кстати мне рамиль спасибо большое сделал подсказку да спасибо рамиль сейчас попробуем наверняка все правильно таком виде ну опять ошибка опять ошибка почему потому что опять неправильно да так кстати давайте проверим мне вот рамиль прислал правильную командочку как посмотреть как посмотреть да все правильно собственно здесь у нас тип объекта он просто объект да то есть он пишет что он увидел что это объект так как он у нас в виде массивчик представлен то есть у нас тип объект какие какие операции у нас возможны над объектами да то есть это получить значение это ставить значение удалить значение получить опять-таки длину да то есть то же самое можем обратиться к этому массиву hosts и написать выведя нам длину длина у нас равна трем так как у нас там три значения как мы помним да вот то есть опять-таки отличный пример то есть первом случае у нас было строчное строчное значение hello да и собственно тоже мы обращались к нему как к объекту давайте кстати посмотрим да hello вот то есть здесь у нас выявилось что это у нас тип строка тип объекта строка все операции над строкой и вот это наше свойство links да то есть мы видим похожесть то есть несмотря на то что hello это у нас строчка у меня опять-таки тоже есть свойство длина и у переменный host это у нас массив типа объект у нас тоже есть длина длина в данном случае это количество элементов массива вот спасибо большое Рамиль за подсказочку да вот двигаемся дальше дальше нам нужно как мы уже хотели использовать вот этот наш атрибут get content да и использовать его в виде подачи на вход команде test connection итак мы добились того что мы можем ps item наш использовать построчно и мы увидели что test connection у нас принимает на вход параметр с именем компьютер name да как теперь нам задать в этом виде команде test connection элементы построчно построчно для этого мы создадим наш так называемый кастомный объект то есть как мы уже видели есть встроенные типы объектов а мы создадим свой собственный объект для этого используется аббревиатура кастом ps custom object в таком виде в скобочках это мы задаем свой собственный объект ну подробнее про объекты можете почитать то есть как создавать объекты я здесь просто готовую уже командочку покажу то есть мы создаем здесь ps custom object команду даем и задаем этот кастомный объект в котором мы говорим что у него будет единственный атрибут единственное свойство с названием компьютер name как мы видели нам нужно как раз компьютер name для того что мы могли подать его на вход к команде test connection компьютер name и равняется как раз нашему ps item то есть ps item это у нас каждый раз новые значения то есть по сути мы пробегаем наш файлик построчно и каждый раз ps item принимает новые значения то есть с первой строчки по третью строчку и все это мы записываем наш кастомный объект мы ему не даем здесь имя он просто как бы временный объект у которого будет одно только свойство компьютер name и после этого закрываем нашу строчку закрываем скобочку не забываем что нам нужно закрыть скобки у нас их несколько это вот синтаксис именно того как как пишется в аббревиатуре PowerShell вот все отлично мы задали теперь наш ps item атрибуты вот и мы получили объект мы получили объект как мы поймем что это объект для этого мы опять-таки используем команду getmember сокращенно gm можем использовать как мы видим альяс у нее gm вот и мы видим что это тип ps custom object то есть это некий наш собственный объект мы над ним можем делать несколько методов у него есть только одно свойство которое мы назначили компьютер name да в данном случае оно сейчас равняется первому нашему первой строчке нашего файлика это я.ru отлично объект создан ну и все собственно я нас поздравляю по сути мы можем передать это все теперь на вход команде test connection test-connection выполняем и вот смотрите пошла магия у нас запускается test connection для каждого из атрибутов нашего файлика то есть мы пингуем сайт яндекс мы пингуем локальный хост мы пингуем dns сервер google все отлично я я считаю что мы молодцы мы освоили как бы три основных вот этих столба на которых покоится наш powershell да и собственно дальше а дальше у нас собственно простор для творчества да то есть ну давайте допустим используем его например для нашего для нашего для нашего так так ну для типичных задач использования active directory как я уже заявил в начале вебинара что мы будем использовать powershell на задачи администрирования active directory почему active directory ну потому что наверное это самое как бы самой основой которая чаще всего требуется это управление каталогами пользователей да то есть это нужно в администрировании это нужно в принципе знать любому специалисту по информационной безопасности как работать с объектами active directory почему потому что это каталоги групп и пользователей нужно знать информацию нужную возможность управлять ей чтобы это сделать я я еще наверное где-то с вашего позволения минут наверное 30 займу вашего времени чтобы все-таки покрыть хотя бы заинтересовать вас как все-таки есть возможность управлять active directory я сделал виртуальную машинку и вот к ней допустим сейчас подключил подключился так сейчас секунд разблокируем ее так 5 секунд так что мы будем делать мы будем делать следующее такая у нас есть виртуальная машинка и я непосредственно к ней подключился вы можете использовать если у вас есть удаленная удаленный сервер active directory можно использовать набор инструментов remote server administration tools как его найти достаточно просто это либо просто в гугле забить rsat rsat так называемый да либо вот допустим я вам сейчас открою ее просто здесь покажу набор средств для удаленного администрирования rsat так называемое я думаю администраторы windows уже и так знают их используют наверное в своей работе для этого нам нужно скачать модуль так скажем управления ну апдейт по сути для рабочего места если мы хотим управлять это локально здесь я у себя уже это поставил то есть могу показать как это выглядит чтобы не быть голословным так заходим в управление программами так приложение нужно открыть системные настройки программные компоненты поскольку после установки remote server administration tools он появляется вот именно вот здесь он появляется вот здесь так и он выглядит так а я вот у себя его и не вижу так видимо видимо он мне все-таки не поставился для того чтобы для того чтобы вам его скачать нужно будет зайти на сайт вот так вот так я в данном случае скачал вот этот бандл потом я почему-то его не поставил ну бывает накладочки такие ничего страшного вот в таком виде то есть средств удаленно администрирования для windows 10 я себе вот это ставил вот и после этого нужно его активировать через программные компоненты windows вообще он всегда был здесь почему-то его нет так 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 может я просмотрел поддержку поддержка знаете не вижу у себя причем что я только что поставил хорошо ладно то есть он выглядит его нужно будет галочками проставить и после этого можно уже использовать вот а дальше что вот так смотрю установленных обновлений посмотрим то что я сегодня ставил так а он такой не покажет ну ладно сегодня куча обновлений наставилось видимо поэтому у меня так долго не перезагружился офисы все можно поставить обновля обновились ну хорошо ладно бог с ним собственно мы сейчас подключились просто напрямую к серверу на нем будем это все делать а для того чтобы управлять удаленным собственно использовать вот этот набор инструментов вот а что мы будем делать ну допустим первым первонапрям нам нужно открыть естественно наш PowerShell и нужно загрузить модуль Active Directory насколько мы собираемся управлять Active Directory здесь команда называется Import Module Import Module и на вход ей подается название модуля которым будем использовать в таком виде все модуль у нас активировался и допустим если мы сейчас посмотрим список команд нам нужен модуль по модулю посмотреть и вывести Active Directory у нас выведется полный список команд которые мы загрузили только что в PowerShell из модуля Active Directory и здесь допустим полный список наших команд как видите их достаточно много то есть несмотря на то что Active Directory можно управлять из GUI достаточно часто бывают задачи когда нужно либо делегировать кому-то управление либо сделать это в виде скрипта вот не всегда удобно это все делать или выдавать кому-то доступ в графическую графическую интерфейс вот то есть управление пользователями группами можно делать как из графики понятно да то есть что большинство из нас делает в большинстве случаев но то же самое надо хотя бы понимать как управлять этим самым из PowerShell и вот допустим посмотрим типичную задачу сброса пароля пользователя то есть это наиболее частая вещь которая происходит пользователь выходит из отпуска у нас сейчас пора отпусков пользователи выходят и забывают свои пароли типичная типичная проблемка и используем команду которая называется set ad account password то есть она вот у нас здесь вот есть set ad account password вот она у нас эта команда и для этого просто берем нам нужна учетная запись во-первых пользователь которым будем менять сбрасывать пароль допустим у нас здесь есть какой-нибудь пользователь давайте создадим нового пользователя старта я сделаю это здесь тест юзер а тест юзер или задать зададим ему пароль не знаю какой-либо пароль не стекает но у нас пароль не удовлетворяет минимальным требованиям у нас домене стоит политика сложного пароля поэтому нужно задать пароль посложнее делаем такой вот пароль все пароль задан пользователь тест юзер вот и теперь нам нужно задать ему пароль для этого мы можем во-первых использовать команду set как я уже сказал ad password account password и вводим имя нашего пользователя test юзер юзер и задаем новый пароль параметр называется new password вот а собственно нужно теперь этот пароль где-то указать что здесь в чем есть проблема проблема в том что нам нужно использовать при задании пароля так называемую защищенную строчку то есть обычный пароль какой-нибудь не знаю там 1 2 3 не пройдет как правило опять ошибка чтобы задать пароль нам нужно его конвертировать защищенную строчку задаем команду попробую еще следующим образом сейчас я сделаю строчку как мы видим new password ню паспорта и дадим ей значение 2 3 вот так в таком виде строчка у нас есть 1 2 3 и теперь повторяем нашу командочку но теперь вместо 1 2 3 у нас будет наше название нашей строки new password опять ошибка опять таки он пишет что должен быть тип security security string вот для этого нам нужно сконвертировать строчку в этот формат security string да и используем для этого следующую инструкцию называется convert to security string вот она security string и задаем на вход нашу строчку как plain text string параметр string и наш вот этот password вот в таком виде скобку закрыли он нам говорит он говорит он говорит говорит что нужно использовать параметр force поскольку у нас еще стоит ограничение на длину параметра ну давайте попробуем а вот он нам предлагает его даже вот так в таком виде задать но все равно он скорее всего не задаст а так смотрел там оказывается был текущий пароль но еще раз давайте повторю текущий пароль если мы знаем текущий пароль правило мы его не знаем да просто как пример покажу 1 2 3 все равно не задаст почему потому что пароль не удовлетворяет длине сложности и историческим требованиям да то есть я его задал как 1 2 3 не прошло однако что мы можем сделать мы можем здесь сделать команда называется force force нового password задам все-таки в виде соответственно здесь строчки выводить каждый раз 1 2 3 вот так все enter и так почему он мне опять его просит просит текущий пароль а вот и не получилось не получилось потому что опять-таки сложный на сложность не прошло нам нужно здесь еще указать force мы используем old password partition reset все параметры смотрим какие у нас есть нам нужно какой-то force использовать он нам так курс курс нет зато есть пастор дал не дал здесь он его задать потому что опять-таки сложность не удовлетворяет ну хорошо хорошо давайте сделаем нормальный пароль длинный пароль нам нужно безопасно все это сделать то есть нам нужно задать длинный пароль ну это большое все отлично прошло по длине он прошел вот то есть что мы здесь сделали мы сделали пользователю задали новый пароль через PowerShell скрипт немножко поразбирались ну первый раз как бы всегда надо поразбираться немножко зато потом уже будет проще то есть и уже сделали какой-либо такой скриптик можете этот скриптик кому-либо назначить права на смену пароля и этот скриптик отправить чтобы вас подменяющий администратор мог так скажем в случае чего прикрыть в вашем отпуске вы могли быстро сбросить ему пароль на новый но при этом не выдавая ему полный доступ к ГУИ интерфейсу ГУИ интерфейсу управления Active Directory Users Computers вот это вот как один из примеров да то есть как сбросить пароль другой пример какой мы можем посмотреть допустим мы хотим задать активировать или деактивировать четную запись ну это достаточно просто то есть это просто командочка есть такая disable аккаунт так ctrl-l либо kvs вот и допустим выводим список команд который называется disable для этого можем использовать опять-таки мы не знаем точно как он называется мы знаем что она disable по идее должна быть то есть отключить get команд и задаем компон verb то есть глагол disable он нам вывел полный список везде где только оно есть нам нужен допустим модуль только Active Directory мы пишем еще раз модуль уже опытные специалисты по PowerShell мы уже знаем как пользоваться и вот у нас есть два команд лето две команды это disable ad account и еще одна disable ad options features вот нам нужно собственно вот этот disable ad account ну и собственно смотрим что она вся представляет для этого запускаем get help по ней disable disable так get help у меня неправильно написался смотрю чтобы у меня не подсветился get help обычно табом всегда дополняю чтобы команда точно проверилась по синтаксису и get help disable а он говорит что надо еще обновить для этого то есть у нас не обновлена помощь обновлять я сейчас не буду поэтому я скажу что получим ту помощь которая у нас есть на настоящий момент не обновленную и вот здесь команда disable ad account что на вход ей нужен собственно наш ad account то есть на название нашей учетной записи ну и собственно пишем disable the account и наш тест-юзер тест-юзер здесь уже таб не работает все наш пользователь отключен как мы можем это проверить откроем оснастку Active Directory Users Computers здесь делать надо refresh обновить refresh ну вот мы увидели что тест-юзер у нас отключен в таком виде собственно можем его также опять-таки включить здесь enable аккаунт вот почему как бы я уже сказал почему нужен PowerShell он удобен он есть везде и в частности хакеры об этом тоже знают очень часто мы видим что хакеры используют для рекогностировки после того как проникли на зараженный сервер используют PowerShell вот то есть хакеры отлично превосходно знают PowerShell и могут им пользоваться собственно настоящие специалисты по компьютерной безопасности не должны уступать продвинутым хакерам поэтому тоже необходимо знать инструментарий PowerShell в частности для управления пользователями компьютерами чтобы можно было как я уже сказал либо назначить кому-то эту роль и дать возможность выполнять какой-либо скриптик вот ну вот две наиболее как бы частых задач мы сегодня с вами посмотрели то есть это задание пароля деактивация активация ну собственно активация то же самое да то есть еще раз дизайблем пользователя ну и собственно актив активация enable очевидно да то есть enable сейчас посмотрим что он отключен еще раз здесь вот refresh еще раз сделаем видим что мы включили в графическом интерфейсе он у нас пока включен делаем refresh он опять должен быть у нас отключен да вот он опять у нас отключен идем сюда говорим enable ad account и пишем наш наш учетную запись тест все включили учетную запись refresh видим тест юзер у нас опять включен вот в таком режиме собственно можно делать большое количество задач то есть среди них это допустим удалить учетную запись понятно можем можно выполнять сложные запросы допустим поиск пустых групп такая частый риск безопасности когда автоматически задаются группы для назначения на различные ресурсы но в эти группы за ними как правило никто не следит и если вдруг куда кого-либо добавят такую группу чем хакеры собственно и пользуются они могут получить доступ к большому количеству ресурсов на файловых серверах в ад и так далее вот поэтому за такими группами надо следить по возможности их либо держать на контроле либо собственно от них избавляться добавление пользователей в группу что еще можем делать можем искать пользователей с нестекающими паролями то есть на них как правило чаще всего идет охота что делают хакеры подключившись к домен контроллеру они первым делом смотрят список пользователей у которых пароль не истекает и на таких пользователей начинают атаку брутфорсом по словарю либо еще как-либо просто подбирают пароль вот и таким образом как бы взламывают учетные записи либо допустим учетные записи включенные но давно не входившие в домен тоже серьезный риск безопасности поскольку как правило такие учетные записи принадлежат различным внешним сотрудникам либо временным сотрудникам либо может быть уволенным сотрудникам и после увольнения такие учетные записи нужно отключать вот соответственно если мы видим такую учетную запись и она у нас включена то соответственно мы это тоже показываем об этом говорим вот то есть различные операции вот сегодня мы рассмотрели только самый базовый синтаксис PowerShell а также выполнили несколько тестовых запросов по WD вот я надеюсь что вас заинтересовал сегодняшний вебинар вот давайте посмотрю пока вопросики если есть вопросы давайте обсудим так пожалуйста задавайте ваши вопросы спасибо большое всем кто сегодня участвовал Анатолию Сергею Рамилю тем кто активно задавал вопросы отвечал надеюсь был полезен для вас цель этого вебинара была знакомительная заинтересовать с целью побольше узнать об инструменте и уже дальше не бойтесь как говорится с ним работать используйте различные возможности для помощи первым не забудьте обновить помощь собственно что собственно хочу здесь допустим сделать запрещу пока обновление помощи нам уже надеюсь больше не понадобится вот Рамилю спасибо большое тоже коллеги всем все кто слушал все кто участвовал спасибо вам огромное на этом я заканчиваю контролл очень полезно на самом деле несколько таких коротких ссылочек которые можно использовать запустился запустился ну все коллеги спасибо вам большое смотрите дальнейшем вебинары Geekbrains записывайтесь на курсы по информационной безопасности Geekbrains которые я буду читать скорости вот и увидимся на просторах Geekbrains до свидания